Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня, в день юбилея пожарной службы, будем говорить о работе спасателей. Присоединяйтесь к нам! Сергей Николаевич Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС, подполковник внутренней службы. Родился в 1979 году в Верхнедвинском районе Витебской области. В 2001 году окончил Гомельское высшее командно-инженерное училище МЧС Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал в инспекции Государственного пожарного надзора в Витебске. Через год назначен заместителем начальника Сенинского ручуэс по Государственному пожарному надзору. С 2003 года продолжил службу в подразделениях Гомельской области. В 2006 году возглавил отдел надзора и профилактики Гомельской области. На нынешней должности с 2015 года. Имеет государственные награды медали второй и третьей степени за безупречную службу. На вопросы, которые касаются деятельности областного управления МЧС, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер 8029-340-043-3. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый вечер, Ольга Владимировна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сергей Николаевич, поздравляю вас и всех гомельских спасателей с профессиональным праздником. И с юбилеем, 165 лет сегодня пожарной службы Беларуси. Спасибо большое. Мы сегодня целый день и до этого принимаем поздравления и от наших смежных структур, соответственно, от всех и от граждан. И, пользуясь случаем, конечно же, не могу обратиться со словами благодарности ко всем спасателям Гомельщины, уважаемые коллеги. Я сегодня благодарен за те результаты, за те достижения, которые имеет сегодня областное управление МЧС, за те наработки и за ту работу, которая уже на сегодняшний момент сложилась, и те результаты, которые мы показываем в разрезе республики. Конечно, мы должны помнить свои корни. Наша система, она была и в Министерстве внутренних дел. И те традиции, которые мы переняли и заложены сегодня в фундамент нашего ведомства, они только преумножаются. Отдельные слова благодарности это нашим ветеранам. За то, что они дали такое позитивное развитие нашей службы, которая сегодня, в принципе, показывает на деле, на ликвидации тех чрезвычайных ситуаций, на проводимых тех профилактических мероприятий, которые сегодня проходят не только в стране, но и на территории нашей области. И как результат он один. Это снижение гибели людей от внешних причин, последствий чрезвычайных ситуаций. Спасибо большое семьям, которые сегодня, может быть, испытывают недостаток своих глав семей. Но это издержки работы. И спасибо им за терпение. Мы всегда им восполним своими мероприятиями и праздниками. Их отблагодарим. Отдельное спасибо юным спасателям, детям, которые сегодня являются, наверное, непосредственной нашей частью и участвуют во всех проводимых нами мероприятиях, в том числе и по снижению и чрезвычайных ситуаций, которые техногенного характера происходят у нас в быту. Еще бы хотелось поблагодарить, конечно, это смежные системы и структуры, органы власти. Потому что, как есть такая пословица, один в поле не воин. Соответственно, МЧС бы одной и не справилась. Сегодня спасибо всем и главному управлению образования, и Гомельскому областному исполнительному комитету, областной прокуратуре, что вовремя где-то нас поправят, направят, для того, чтобы мы пересмотрели подходы в некоторых направлениях своей деятельности. Результат у нас сегодня налицо. Гомельская область сегодня является таким флагманом по показателям, которые существуют в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, именно по оперативной обстановке, по возникновению чрезвычайных ситуаций. И последствия от них мы сегодня лидируем в части уменьшения на территории нашей области и сдаем для всей республики вот этот вот такой темп работы. О результатах работы еще поговорим позднее, а пока давайте о мероприятиях. Сегодня проходит официальная их часть, если так можно выразиться, а в субботу уже будет какой-то такой массовый праздник. Да, действительно, сегодня мы принимаем поздравления от всех организаций и учреждений, с которыми работаем, награждаем отличившихся работников, членов их семей, детей, граждан, которые тоже остались не в стороне, помогая и оказывая помощь нуждающимся, которые оказались в чрезвычайной ситуации. Соответственно, сегодня и концерт. А 28 числа традиционно Гомельское областное управление МЧС устроит праздник для всех жителей Гомельской области. Он будет проходить с 11 до 3 часов дня в нашем парке. На центральной площади будет базироваться техника новейшая, где наши граждане и дети смогут сфотографироваться, разместить потом в социальных сетях эти фотографии, попить кофе, которое будет размещаться в старом образце пожарной машины. И потом, прогуливаясь по парку, будут участвовать в различных конкурсах. Соответственно, призы и подарки готовы победителям. Никто не останется без подарков. Соответственно, смогут послушать достижения нас в творческих номерах, посмотреть наши творческие номера победителей в амфитеатре, то есть где карусели, будет концерт. Ну и на набережной все закончится водной феерией. Поэтому будем рады всем. Конечно, в первую очередь, все эти праздники нацелены на то, чтобы еще раз напомнить нашим детям, нашему будущему о том, что безопасность – это прежде всего. Без нее в жизни ничего не получится. Напомните, пожалуйста, о времени и месте начала праздничных мероприятий. Именно имени Луна Чарского с 11 часов в дня до 3 дня. Можно будет провести время вместе со спасателями. Интересно и полезно. Мы ждем всех. Отказы не принимаются. Хорошо. Накануне наши спасатели сами себе сделали в каком-то смысле подарок к празднику, победив в республиканском чемпионате. Вот в этот раз победа далась сложно? Или, в общем-то, все было понятно? Вы знали, что фавориты? Вы знаете, вот эти соревнования, они, наверное, даже их сравнивая с боевой задачей, с выполнением боевой задачи, наверное, они сложнее. Они специально сделаны так, чтобы человек, который участвует в этих соревнованиях, показывает команду, которая показывает себя и соревнуется во всех этапах, она работает на пределе. На пределе своих возможностей, проходя этапы и показывая свое мастерство. И здесь, конечно, отдать должное нельзя угадать. И мы себя не чувствовали фаворитами. Да, мы готовились, как и все готовятся, кто хочет стать победителем. Но победа ведь не первая. В прошлом году тоже были гомельчане лучшими. В этом конкурсе в прошлом году мы не были лучшими. Да, к сожалению, мы уступили городу Минску. Но в этом году мы уступили на единицы, баллов уступили. Но в этом году мы четко и понятно заняли позицию на этом конкурсе, победили и тем самым сделали себе подарок, показав, что сегодня именно гомельский гарнизон, он сегодня лучший в республике. Команда – это всегда какой-то один состав или новые люди добавляются менять? Конечно, добавляются новые люди, потому что там надо молодость, реакция для выполнения. И, конечно, мы набираем новых работников, которые обучаются, которые себя показывают на различных этапах, завоевывают место в нашей основной областной команде. Ну, так, наши спасатели подтвердили, что они в стране лучшие. А навыки, которые демонстрируются во время соревнований, это то, что должен уметь сотрудник в принципе или не обязательно? Нет, это то, что в принципе каждый сотрудник, сегодня заступающий, неся боевое дежурство за сутки, он обязан это знать и уметь. Принимая на работу новых сотрудников, вы проверяете ведь подготовку их физическую? У нас в первую очередь сегодня интересует здоровье и желание непосредственно работника, которого мы берем на службу, потому что у нас сегодня достаточно баз, достаточно учебных заведений, которые навыки привьют соответствующие и обучат нашего работника для выполнения тех задач, которые сегодня стоят перед нашим ведомством. Поэтому в первую очередь мы смотрим на желание, потому что случайных работников в МЧС не бывает, случайно невозможно здесь попасть. Только в анекдоте рассказывают, что работник МЧС спит 25 часов в сутки. Действительно, наш работник вообще не может спать. Он себя держит все время в физической форме, вынужден поддерживать себя в физической форме, потому что в случае выполнения боевой задачи, он не только должен исключить угрозу своей жизни, но он должен еще оказать помощь и спасти людей. А для этого необходимо иметь соответствующее физическое здоровье. Сергей Николаевич, профессионалам бывает страшно? Я вам скажу, что, наверное, если не будет страшно, то это не профессионал. В принципе, все действия работника однозначно сопровождаются страхом, потому что, в принципе, когда поступает звонок, ложный это звонок, пошутил кто-то, да, либо это действительно чрезвычайная ситуация. Для нашего работника неважно. Он любой звонок, любой выезд, именно воспринимает его организм, как выполнение максимальной боевой задачи. Ну, чтобы войти в горящее здание или подняться на какую-то высоту, нужно, конечно, немножко свой страх, свой инстинкт самосохранения преодолевать. Для этого и проводятся у нас различные тренировки. У нас каждая смена, которая заступает на сутки, отрабатывает как и психологическую полосу, так и теоретические знания, так и практические. У нас работники специально проходят подготовку и лазят на высоту, спускаются по веревкам, плавают под водой, попадают в замкнутое пространство. А что для вас было из всего этого самым сложным? Было что-то, что приходилось действительно преодолевать? Знаете, я вам скажу так. Еще когда был лейтенантом, работая в Сенинском районе, я спасал мужчину, как бы прибыл, работал тогда, я не был на смене, прибыл первый на пожар, еще пожарная машина не приехала, дом горел, был объят пламенем. Ну, и я понимал, что уже считанные минуты, и надо где-то человека искать. Я зашел через веранду в комнату, в принципе, споткнулся об этого лежащего у порога, у дверей мужчину, да, сам упал, ну, вытянул, достал его, и когда уже наши, я уже вытягивал, наши подразделения помогли, ты когда выполняешь боевую задачу, то, что тебе заложили еще курсантам, ты не осознаешь. Ты осознаешь всю опасность и весь страх только после того, как ты приехал с ее выполнения, после ликвидации чрезвычайной ситуации, тогда ты в своей голове начинаешь эти моменты прокручивать и понимать, что да, вот она действительно была опасность, и тогда ты осознаешь. И вот это вот, наверное, в большей степени, после именно выполнения боевой задачи, спасатель осознает всю трудность ее выполнения и угрозу для своей жизни. А получают нагоняя от руководства молодые сотрудники за неоправданный риск? Вы знаете, мы действуем так, что наш спасатель, ну, что за спасатель, который в угрозу своей жизни проводит спасательные работы? Бывает такое? Понимаете, этот риск, он всегда есть. Его исключить невозможно. Понимаете, и, к сожалению, у нас такие факты были, есть и будут, и та... Здесь, конечно, забыл поблагодарить близких и родных тех спасателей, которые не вернулись с выполнения боевой задачи. Это наша общая боль, и мы сегодня живем с ней, они живут в наших сердцах, и мы сегодня все возможное пытаемся помочь этим родным и близким, которые, к сожалению, не дождались своих детей, либо мужей с выполнения с работы. Бывают разборы ситуаций, в которых пришлось побывать уже после того, как боевая задача выполнена? Что происходит дальше? У нас каждая ситуация, каждый выезд, он проводит разбирательство, оценку, соответственно, изучается действие каждого работника, доводится, разбирается. Это как в спорте. То есть это постоянная работа, и ее исключить никак нельзя. Всегда было интересно, сколько времени, не хотелось никогда узнать на личном опыте, сколько времени проходит от того, чтобы вот брошенная просто на пол или куда-то в постель сигарета превратилась со временем вот в пылающий ад, чтобы уже дом был объят пламенем. Сколько времени на развитие пожара? Знаете, вот это же все зависит от пожарной нагрузки. Если брать раньше квартиры в Советском Союзе, которые были, в принципе, их пожарная нагрузка была невелика, и даже если она присутствовала в квартире, она состояла из натуральных материалов, которые, в принципе, при горении, не так токсичны. И поэтому подымалась температура, человек чувствовал термическое воздействие огня, соответственно, просыпался и мог покинуть опасную зону, минимально получив для своего здоровья вред. То на сегодняшнем этапе, вы посмотрите, современная квартира, что себя представляет. Это очень большое количество различной пожарной нагрузки, которая, в принципе, экологически чиста так, но при воздействии высоких температур выделяют токсичные продукты горения. А человек так устроен, что он не может не дышать. И, соответственно, человек вообще погибает еще до того, как до него добрался огонь. Он погибает от продуктов горения. И что самое страшное, что они же не то, что сразу отключают разум человека. Человек, получая отравление, он может и проснуться, но уже возврата нет. Он уже надышался, и он не понимает, что происходит. Соответственно, и те даже навыки, которые у него есть, он их и не может реализовать. Уже все, тот этап пройден. И, как показывает статистика, большинство таких пожаров, мы приезжаем, лежит, к сожалению, погибший гражданин, и всего лишь там 20 полуквадратных метра прогар дивана, пола, постельных принадлежностей. И вот этих продуктов горения достаточно для того, чтобы человек ушел из жизни. Сергей Николаевич, продолжим эту тему. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Отключайте. Сергей Николаевич, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Солодкая Светлана Васильевна, Новобелеца, улица 8 Техническая, дом 35. У меня к вам вопрос. В субботу, когда был сильный ливень, произошла авария на улице 8 Технической, и ливневка сработала в обратную сторону. Она фонтанировала в огород моей мамы. Был залит огород, был залит дом, меня в это время не было дома. Спасибо соседям, которые спасали мою маму и сказали, звони дочери, тебя, ты, ты тонешь. Вот, когда я приехала, осталось 0,5 сантиметров, то есть 5 миллиметров, до пола, и когда я обратилась в вашу службу, мне сказали, у вас телевизор плавает? Я говорю, честно, нет, еще пока. Спасибо. Спустя несколько звонков, а я звонила несколько раз, объяснив, что у меня старенькая мама, 82 года, полуслепая, полуглухая, мне сказали, что мы к вам не приедем, мы приезжаем к тем, у кого плавает мебель. Вот, и когда я позвонила вчера, объяснив, что надо с ливневкой посмотреть, я не специалист, что-то делать, мне сказали, платите деньги, и тогда мы выкачаем вам воду. Но воду же, вы сами понимаете, когда огород погиб, уже бесполезно тратить еще лишние деньги. Пожалуйста, вот это нормальная ситуация. Спасибо за звонок. Да, спасибо. Конечно, мы разберемся с этим фактом, мы однозначно прослушаем систему записи, у нас все вызовы поступают на номер 101, и, соответственно, примем решение. Но должны понимать, прекрасно, что на сегодняшнем этапе МЧС не обладает таким большим потенциалом, тогда, да, погодные условия сложились очень плохие, и в первую очередь, конечно, силой и все МЧС, структура была направлена туда, где необходима помощь, где касается жизнеобеспечения граждан больше. Это и отключение трансформаторных подстанций, и детские сады, и школы, и больницы, и учреждения. То есть, мы же лимитированы. И в целом, отслеживать и помогать каждому гражданину мы не можем. Да, конечно, если бы Светлана Васильевна сказала, что все угроза жизни, что мы тонем, мы не можем, здесь МЧС, конечно, прибыло. Так, мы, конечно, разберемся в этих случаях. Если здесь будет оценка дана действием нашего диспетчера Центра оперативного управления, вот, как эта информация кому передавалась, потому что в этой работе задействованы все, и все городские службы, да, и в целом, кто ответственный сегодня и за поддержание работы Ливневки. То есть, мы в комплексе проводим эту оценку, потому что это не первичное обращение к нам. Таких обращений недостаточно. Мы, соответственно, это все собираем, соответственно, будем прорабатывать и рассматривать на комиссии по чрезвычайным ситуациям деятельность всех служб. В том числе, мы, я обещаю, Светлана Васильевна, мы с вами свяжемся, оставьте телефон, я вам отзвонюсь, и результаты нашего разбирательства мы ей расскажем и объясним. Вообще, как прошедшие дожди показали, есть еще слабые места, да? Вопрос не в том, что вы понимаете, исторически сложившийся наш город, наши улицы, нагруженность сегодня многоквартирным жильем, и, соответственно, аномалии природы, которые сегодня подбрасывают нам, и невозможность выполнять этим узеньким улицам пропуск этой воды. Причины понятны, они вполне объективны. Они будут возникать, и в принципе... Они будут возникать, но к ним нужно быть готовыми, к этому нужно готовиться, для того, чтобы подобных ситуаций не возникало в предыдущении. А вот откачка воды, это платная услуга? Действительно, сегодняшний министерство, чтобы все наши граждане понимали, что министерство по чрезвычайным ситуациям существует для того, чтобы оказать помощь людям, которым угрожает жизни и им чрезвычайная ситуация. То есть, первоначально наши силы и средства направляются, и их задача основная эта. Конечно, если у нас есть ресурс, мы его видим, мы его ощущаем, то мы можем поехать и оказать гражданам. Сергей Николаевич, поняла, давайте прервемся, потому что время у нас как-то очень быстро сегодня летит. Посмотрим сюжет о работе смотровых комиссий, которая не прекращается даже летом в рейд. Отправились наши корреспонденты. Давайте посмотрим, а после обсудим. Гомельчанин Дмитрий Солошков к приходу смотровых комиссий давно привык. Его двоих детей, сына и дочку, полгода назад определили, как находящихся в социально опасном положении. За что именно отправили в СОП, глава семьи ответить затрудняется. На наводящие вопросы утвердительно кивает. Например, соглашается с тем, что вместе с супругой недостаточно следил за питанием детей. Были и другие проблемы. Признается, что благодаря вмешательству смотровой комиссии получил работу. Теперь трудится в школе, где учатся его дети. Отец уверен, когда снимут статус СОП, будет продолжать ответственно выполнять свои родительские обязанности. Пока же к обследованию скромные, но чистые квартиры относятся спокойно. Смотрят все, постель, такую помощь оказывают, извещатели напоминают, чтобы смотрели детей, чтобы было чисто и аккуратно. Кстати, сын Дмитрий Кирилл быстро идет на контакт с гостями. Ведь с ними общаться не только интересно, но и полезно. Сотрудники МЧС принесли специальные памятки. В них понятная для детей информация о том, как не попасть в неприятности. Ведь они могут подстерегать малышей буквально на каждом шагу. Сразу видно, что такие беседы участники смотровой комиссии проводят с Кириллом во время каждого посещения. Купаемся где? Купаемся где? Ну, в специально отведенном месте, правильно? Да. Смотри, аккуратно. Держи тебе памятку, с папой почитаешь, хорошо? Да. Не забывай. Как же я тебе еще дам? Ты же на шкуру ходишь? И за палочку. Держи. А вот причина, по которой смотровая комиссия заглянула в семью Светланы Мушковец, совсем иная. Ее дети досмотрены и сыты, а квартира сверкает чистотой. Просто она многодетная мама. Отсюда повышенное внимание со стороны службы. На пороге нас встречают, кроме хозяйки, двое ее сыновей. Третий уехал, как сказала Светлана, поступать в ВУЗ. Мама очень волнуется, но к гостям относится с большим радушием. Ведь они не только спросят, все ли в семье в порядке и не требуется ли помощь, но и с детьми побеседуют. И те порой воспринимают их напоминания о той же безопасности даже более серьезно, чем мамины предупреждения. Тем более сейчас лето. Сколько опасных забав у мальчишек. Но только не у Светланиных. Ее дети четко знают, как и где себя вести, чтобы о лете остались только радостные воспоминания. Они все время приходят, напоминают, как нужно вести себя на водоемах постоянно. Я им объясняю, они бывают, что пропускают. Всегда им напоминают на лед зимой, что нельзя выходить. Потом, как обращаться с электричеством. Ну, газа у нас нет, но все равно всегда напоминают про газ. В сельской местности смотровые комиссии возглавляют местные органы власти в городах, жилищной организации. В составе работники подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов внутренних дел, здравоохранения, образования, соцзащиты, энергетического и газового надзора, ЖКХ. Во время интервью председатель одной из смотровых комиссий Андрей Чернобай все время возвращается к главной задаче летних проверок. Уберечь детей от травматизма в период каникул. Эффективность работы возглавляемой им комиссии оценивает на 10 баллов. Потому что СОПов было раньше как-то больше, но в связи с нашим посещением, с нашими акциями и беседами их с каждым месяцем все меньше и меньше становится. Люди справляются, понимают то, что нужно вырастить детей, устанавливают АПИ, отзают детей, все как бы налаживается в семье. Несмотря на то, что работники МЧС во время таких посещений не устают напоминать детям о правилах безопасности, об этом постоянно должны беседовать со своими детьми, мамой и папой. Много времени не займет. Было бы желание. Кстати, сотрудники МЧС теперь не только объясняют ребятам, как не попасть в опасную для здоровья и жизни ситуацию, теперь и учат, как справиться с ЧП, если неприятности избежать не удалось. Ведутся нестандартные методы в работе. Последнее это было, показывали новый мюзикл, «Новое приключение Буратино». В этом мюзикле дети могли увидеть в игровой форме, как нужно преодолевать чрезвычайные ситуации, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, как правильно переходить дорогу, улицу и все остальные основы безопасности и жизнедеятельности. Смотровые комиссии в нашем регионе были созданы 8 лет назад. С каждым годом их работа становится все эффективнее. Об этом красноречиво говорят цифры. С января 2011 года на территории Гомельской области были созданы и функционируют смотровые комиссии. В 2017 году свою деятельность на территории области осуществляло 340 смотровых комиссий, которыми было обследовано в общей сложности более 160 тысяч домовладений и квартир граждан. В первом полугодии нынешнего года смотровыми комиссиями были обследованы практически 4,5 тысячи семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, опекунских, приемных семей, детских домов семейного типа, а также более 14 тысяч домовладений и квартир многодетных семей. За первое полугодие в нашем регионе сотрудники МЧС выявили один факт нахождения в доме троих маленьких детей без присмотра. А в более чем 20 семьях родители не создали подходящие условия для жизни своих детей. Например, не обеспечили их отдельными спальными местами. А у кого-то пустовал холодильник. В некоторых случаях в жилье отмечалась полная антисанитария или же был риск возникновения пожара. Как итог, 11 детей признали находящимися в социально опасном положении. Большая надежда на то, что родители этих и других малышей все же вспомнят, что их дети это награда, которую судьба дает авансом, но которую нужно заслужить, вырастив своих сыновей и дочерей здоровыми и счастливыми. Вы смотрите диалог. У нас в гостях первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. Сергей Николаевич, наверное, такое вмешательство в свою частную жизнь мало кто любит. И это можно понять. Какие у вас есть аргументы в пользу такого контроля жизни семей? Знаете, наверное, ежедневно сталкиваюсь, вы правильно сказали. Большинство граждан звонит нам и обращается, что вот почему к нам пришли, это мой дом, это мои дети. Но сегодня есть государство, есть позиция государства по отношению к детям. Для государства все дети одинаковы. Есть обязанности, которые родители должны выполнять. И мы сегодня понимаем, что если не придем сегодня в ту либо иную семью, очень тяжело разделить. Сегодня, может быть, это уже благополучная семья, но завтра сложились так обстоятельства, что она с благополучной переросла в неблагополучную. А как это будет? Либо технические угрозы жизнедеятельности. У меня любая даже квартира, в которой отсутствует автономный пожарный извещатель, это уже угроза, и там растет несовершеннолетний, это уже угроза жизнедеятельности этому ребенку. Потому что сегодня ни одного производителя в мире электрооборудования нет, который гарантирует, что 100% не произойдет пожар. И еще раз мы пытаемся обозначить родителям эту ситуацию. Мы в 10-м году, в 8-х, 10-х годах мы были лидерами, вот что брать, погибели детей на пожарах. Я не беру уже травмированных. У нас погибало порядка 10-12 детей ежегодно. Благодаря этой работе мы пришли к тому, что ноль, ноль погибших в этом году. И когда все самое интересное, вот в прошлом году одна гибель была у нас, мы и работали с этим родителем. Мы и рассказывали, что основным условием травмирования и гибели ребенка это оставление его одного в опасности. Ведь дети, они в принципе не ищут опасности, они просто играют. А играют одни, раз взрослые им не уделяют внимания, не рассказывают, не показывают, и это приводит к трагедии. То есть эта семья, где потом была смерть несовершеннолетних, она была на контроле. Она была на контроле, рассказывали, объясняли, работали все службы, но все-таки в прошлом году трагедия произошла. Я не называю специально никаких фамилий, ни регионов, потому что это боль, с которой в принципе взрослым, чей ребенок это был, придется жить до конца своей жизни. И никакие другие слова утешения ты не найдешь. Сергей Николаевич, есть у нас телефонный звонок на линии, еще продолжим. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, наше управление МЧС в какой мере и как участвует в привлечении молодежи в работу МЧС, в подготовке кадров, в перспективу какую-то участвует наша молодежь в будущем привлечении? Участвует ли, наверное, МЧС, да? Да, в том, чтобы воспитывать свою смену. Подбираем себе кадры. Спасибо за вопрос. Да, на самом деле участвует. Конечно, да, действительно, мы ведем планомерную работу, мы уже работаем со всеми учреждениями образования, со всеми школами, мы заблаговременно, наши офицеры приходят, преподают, тестируют работников, мы активно работаем с одиннадцатиклассниками, пытаемся себе отобрать на работу в поступление наше учреждение, именно, чтобы высокий балл был, чтобы была активная жизненная позиция. Конечно, мы боремся, как и с другими силовыми организациями, за эту молодежь, мы в свои ряды их еще с детских садиков пытаемся вовлекать, юные спасатели пожарные, это проведение различных конкурсов, где мы активно участвуем, проводим как районные соревнования, потом областные, и победители у нас ездят на республиканские. Это действительно большая работа, мы ее ежеквартально смотрим, оцениваем и смотрим, где какие недоработки есть. Во вступительной кампании есть какие-то льготы, направления, каким-то образом здесь поддержка целевая абитуриентом существует? Может быть, тем, кого вы выбрали уже? Сегодня все сдают, поступают в наши учреждения на общих основаниях, все сдают, набирают баллы и по проходному баллу проходят. О теме защиты детства еще хотела бы поговорить. Ребенок, оставленный без присмотра, это уже чрезвычайная ситуация. Сейчас давайте послушаем общественное мнение и еще обсудим. Безопасно ли оставлять детей дома одних? Думаю, нет. А вы оставляете? У вас дети ваши? Наши. А с какого возраста вы стали оставлять? Лет с 13, думаю, можно. А до этого под присмотром? Да. А если оставлять одних, что может произойти? Воду заводят выключить, могут включить что-нибудь, утюг, например, и оставить. С какого возраста можно оставить и не переживать за его безопасность? С 15-летнего. Нет, мы не оставляем. Это опасно. А вот что может произойти чаще всего? Как вы думаете, чего стоит бояться? Всего. Всего. Может что-то упасть на ребенка, и сам ребенок разбиться. Мы этого боимся. Опасно ли оставлять детей дома? Маленьких, да. Что может произойти? Пожар. Если спички возьмут. Травмы всякие. Безопасно ли оставлять детей дома одних? Ну, если смотря каких, таких безопасно. Вот с какого возраста можно оставлять одного? Ну, лет с 10, наверное. Кота немножко разбирается и понимает это самое. А если одних оставлять, вот как вы считаете, что с большей вероятностью, какая трагедия, случай неприятный может произойти с ними? Ну, все может произойти, с окна выпасть. Как это сейчас по телевизору передают. Все можно, и спички могут взять, и газ включить, и все можно произойти. То есть вы против того, чтобы детей оставляли одних? Конечно, против. Вы против того, чтобы родители оставляли детей дома? Нельзя нельзя, я бы никогда не оставил. У меня внучки были три штуки, так мы их берегли, все никогда не оставляли одних. Боже мой, а деток вот таких маленьких, я не знаю, я люблю их очень, я никогда бы не оставил одних. Конечно, это большие проблемы, никогда не надо детей оставлять, надо воспитывать и смотреть за ручку водить. Скажите, пожалуйста, безопасно ли детей оставлять дома одних? Конечно, не неправильный выбор, даже если нужно что-то срочно сделать. Правильно взять его с собой или переложить какое-то мероприятие. А что может быть чаще всего, как вы считаете? Чего стоит бояться? Ну, из последних новостей дети выпадают из окон, ну, случится может все что угодно, даже упасть с кровати, упасть со стула, кастрюля, упасть на ногу, то есть очень много несчастных случаев, когда дети остаются одни. Безопасно ли оставлять детей дома одних? Да, я думаю, что если старший ребенок, ну, где-то уже лет 14 и маленький, то можно оставлять, а если оба маленьких где-то, ну, будем говорить, уже до 10 лет, лучше не оставлять. Что может случиться вот чаще всего, как вы считаете? Ну, если папа и мама отсутствуют, то, как говорится, все можно. Могут залезть в ГАЦ включать, хотя они не могут этим пользоваться. Ну, естественно, со спичками и так далее. А это никогда хорошо не кончается. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о работе гомельских спасателей. Сергей Николаевич, расскажите о том, о чем не знают или не задумываются родители, но то, что видели спасатели. Вот вчера буквально девочку пришлось снимать с балкона пятилетнюю. На девятом этаже, по-моему, ребенок в открытое окно выглядывал. Вот эта ситуация гипотетически, она очень опасна. Это конечно, это оставленный ребенок один родитель. Все, я говорю о тех трагедиях, которые, к сожалению, были на территории Гомельской области, когда по 10-12 детей мы теряли только на пожарах. А сколько детей тонет, сколько погибает в различных карьерах, падает, ломается на объектах различных аварийном состоянии. То есть сегодня оставленный ребенок один, это жди беды. Однозначно жди беды. И здесь не знаю, как еще мы сегодня работаем, мы не бросаем, ищем новые подходы и способы. Конечно, хотелось бы, чтобы и граждане сами нам подсказывали. Потому что, когда случается трагедия, мы приезжаем и начинаем разбираться, оказывается, все соседи знали. Это не единичные факты, когда родители оставляли ребенка одного. Он и плакал, он и лазил по этому подоконнику, и выходил, смотрел на балконе, ему же интересно, он дома уже все изучил. Он ищет способы себя занять. И вот эта гражданская сознательность, которая должна быть у каждого из нас, увидел в опасности, сообщи, набери телефон 101, 102, 103, да любой, 104 телефон, любой телефон аварийной службы, и сообщи, просто координаты. Тот, кому надо, выйдут, посмотрят, оценят. И нет сегодня ни в МЧС, ни у другой службы поставить родителей в социально опасное положение. Сегодня МЧС не говорит о том, что те, либо иные дети находятся в социально опасном положении. МЧС хочет всего лишь обратить внимание взрослых к тем обязательствам, которые они взяли на себя, родив это создание маленького, которое действительно непосредственно со своей просто снимает все эти проблемы, будни, которые у взрослого человека существуют. Но вот к этому вернуть, и человек взрослый должен, увидев рекомендации той, либо иной службы, он просто должен осознать это, принять меры, и все, и никто не ставит целью отбирать детей, это вообще крайняя мера. Ну, ситуация будет разная, дети бывают разные, кого-то можно оставлять, ему доверить, кому-то нельзя и в 18-летнем возрасте оставаться в одиночестве. Но все-таки в среднем, так с точки зрения законодательства, как поступить правильно, до какого возраста ребенок должен оставаться под председателем? У нас административная ответственность в 14 лет, то есть до 14 лет, когда уже человек начинает нести ответственность, соответственно, до такого возраста детей оставлять одних нельзя. В других странах, европейских, там есть уголовная ответственность, там просто ребенка поцеловал в Америке, папа поцеловал дочку в общественном месте, щечку провожая в школу, все, могут забрать из семьи дочь, понимаете, мы очень лояльны, очень лояльно нашим, ну, Министерство по чрезвычайной ситуации не наделено этими функциями, но мы занимаем жесткую позицию, если видим, что в домовладении есть технические проблемы и есть угроза жизнедеятельности, мы настаиваем на соответствующем субъекте профилактики для принятия жестких мер. Конечно, родители должны об этом знать и должны быть к визиту готовы, чтобы не было потом стыдно и не приходилось объясняться. Есть несколько вопросов у нас, пришедшие на Вайбер и буквально две минуты. Оказывают ли службы МЧС услуги по чистке дворовых колодцев, если да, от чего зависит стоимость этой услуги? Здесь надо смотреть и заниматься по этому вопросу, потому что, ну, в принципе, мы такой услугой ни разу никому колодца не чистили. Разве что от упавших. Да, но то, что мы занимаемся сегодня платными услугами, ищем возможности для зарабатывания денег и развития своей материально-технической базы, для того, чтобы приобрести дополнительное оборудование, какое-то новшество. Но наиболее популярное что, о чем просят? На сегодняшнем этапе самое популярное это откачка воды, обрезка деревьев. Да. Достаточно ли в частном деревянном доме одного пожарного извещателя, или нужно в каждую комнату устанавливать? Автономный пожарный извещатель, он устанавливается в каждой жилой комнате, то есть там, где человек может отдыхать, спать. Установив его в одной комнате, результативность его может быть нулевая. Пожар возникнет в другой, там будет находиться человек, он получит ту дозу продуктов горения, которых надышится, соответственно, погибнет. Он ставится, он, автономный пожарный извещатель, не предупреждает пожар, он предупреждает человека об опасности. Дает ему возможность проснуться вот до того момента, о котором вы говорили, когда уже будет поздно. Спасибо большое за сегодняшний диалог. Спасибо, я вам. Это был диалог с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. Спасибо вам за внимание и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин